Агафонов Дмитрий Сергеевич. Дима, молодец. Выразить благодарность за бесценный нелегкий труд и сказать спасибо. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина встретилась с химкинскими волонтерами. В конце марта по инициативе губернатора Подмосковья в регионе, в том числе и в Химках, созданы команды добровольцев. В режиме ограничений из-за пандемии коронавируса они закупали продукты и лекарства пенсионерам, помогали по хозяйству одиноким и нуждающимся. Всего за три месяца добровольцы обработали свыше двух с половиной тысяч заявок. Жители городского округа наконец-то узнали, куда могут позвонить. До этого многие не знали. Говорят, куда звонить? Ну, как-то кто там, на горячую администрацию, кто куда. Есть МЦУ. Туда поступали все заявки, там они аккумулировались. Уже оттуда эти заявки распределялись на добровольцев. Кимчанка Татьяна Панина, учитель начальных классов, откликнулась на просьбу властей и пополнила ряды волонтеров. По словам педагога, ей не раз приходилось выходить за рамки обычной помощи. Например, женщина помогала пенсионеру вызвать скорую помощь, которая по каким-то причинам несколько часов не могла добраться до пожилого человека. Я вызываю на свое имя, свои данные, параллельно данные этой пенсионерки. И в результате приехала скорая помощь, оказали необходимые услуги медицинские. А потом на протяжении недели, даже двух, я постоянно была на связи и контролировала, все ли в порядке, самочувствие. Говорит, отец Сергеевна, там по несколько раз ко мне врачи приходили, по несколько раз звонили, все хорошо. Режим ограничений снят, однако помощь от волонтеров по-прежнему востребована. В ней нуждаются одинокие люди, организаторы экологических акций и масштабных спортивных проектов. Надеются все время на то, что государство все решит. И хватит у государства ни рук, ни средств где-то. А если мы друг другу все-таки будем чаще помогать, чаще друг другу обращать внимание, узнавать, что нужно соседу, человеку, который живет надо мной, который живет рядом со мной, или который рядом со мной работает, мне кажется, это будет только польза для всего нашего общества. Мы очень часто говорим гражданское общество. Вот цементирует гражданское общество как раз такие программы, такие проекты. И самое главное, сами люди. Продолжение следует...